Добрый день, уважаемые коллеги! И, в общем-то, я в первых двух слайдах, не считая этого, конечно, пытался место иммуно-онкологии в лечении немелкогречного рака обозначить. Посмотрите, на сегодняшний день мы имеем достаточно убедительные стратегии лечения детям неравнодельного немелкогречного рака. Лёгкого подходит и хирургия, и лучевая терапия, цитотоксическая терапия. Новый век принёс новые идеи. И таргетная терапия в какой-то момент казалась, наконец-то, на пороге излечения. Но стало понятно, что таргетная терапия не решает всех вопросов. Она становится лишь компонентом лечения. И здесь неожиданность иммуно-терапия. Я не стал бы забегать далеко вперёд и говорить о том, что иммуно-терапия решит все наши проблемы. На сегодняшний день это лишь компонент лечения, но очень значимый. И, видите, картинка вырисовывается. Пазлы складываются. И от того, насколько мы умело сможем использовать возможности, которые дано нам сегодня в руке, а так вот, зависят отдалённые результаты. Вот недалее, как неделю-две назад, президент, поступая на прямой линии, сказал «включайте голову». Да, вот надо включать голову для того, чтобы рационально использовать те возможности, которые у нас появились. И на самом деле я очень рад, что мы работаем в эру, когда у нас появляются новые возможности. Потому что к концу прошлого века оказалось, что совершенно бесперспективное дело в лечении больных. Диссеминированным немелкокачественным раком лёгкого. Сейчас это не так. И я думаю, что ближайшие слайды вас в этом тоже убедят. На этом слайде, пожалуй, можно было бы закончить. Вместо иммунотерапии в лечении мелкокачественного рака лёгкого, обратите внимание, на левую половину слайда вы увидите, что нижняя полоса – это то, чем мы пользовались до недавнего времени. Это цитотоксическая терапия, непонятная эффективность, не очень длительная и не удовлетворительные результаты лечения. Действительно, синяя линия – это появление таргетной терапии, где мы можем надеяться на действительно улучшение времени без прогрессирования. Оно становится равно времени общей выживаемости медиан выживаемости на цитотоксической терапии. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. И конечный эффект. И, в общем-то, посмотрите, внизу, к сожалению, кривые практически сходятся. И вот появляется иммунотерапия, жёлтая линия, где, если при первой оценке на медиане без рецидивной выживаемости всё не выглядит весьма оптимистично, но дальше появляется группа пациентов, порядка 20-30%, которые получают действительно длительную выгоду от применения иммунотерапии. И это может длиться долго. И на примере меланомы, где есть уже 10-летние результаты, мы ожидаем найти тоже очень хороший результат, который можно было бы претворить в жизнь. И переходим к другой плане слайда. И что очень важно, что иммунотерапия, она может, так сказать, сочетаться со всеми традиционными другими методами лечения. В общем-то, иммунотерапия не является противоопытным эффектом, она не является активацией иммунной системы. Она всего лишь даёт возможность иммунной системе выполнять свою функцию. Поэтому так хорошо можно её сочетать с другими методами. Более того, если они эффективны, они увеличивают антиген-презентацию. И в предыдущем докладе действительно было сказано о том, что многокомпонентный ответ, завязанный на многих вопросах. И, может быть, не стоит стремиться назначать обязательно иммунотерапию в первой линии. Потому что, если назначаем во второй, в третьей линии, мы уже как минимум имеем клетки памяти, которые распознали антиген. И всего лишь надо помочь активированным Т-лимфоцитам действительно выполнить свою функцию и цитоксически воздействовать на опухоль. Ну, тумор инфильтрирующей лимфоциты никто не отменял. И здесь очень важно понимать, о чем опухоль инфильтрирована. Потому что субпопуляции, они определяют дальнейшее течение событий. Вот в нижней половине слайда, видите, Т-регуляторные лимфоциты, они инфильтрируют опухоль. Но они ее не разрушают, они, наоборот, ее защищают. Это, так сказать, компоненты, которым надо помнить. И, с другой стороны, есть инфильтрация клетками, которую мы можем выявить, которая, безусловно, скажется на позитивном результате течения болезни. Это было продемонстрировано на очень элегантном, на мой взгляд, исследовании. Где было показано, что на левой половине слайда больные, которые абсолютно клинически идентичны, с первой А стадией, только прооперированы. И мы не имеем возможности прогнозировать течение болезни. Здесь только динамическое наблюдение. Оказалось, что синей линией отображены пациенты, у которых была инфильтрация с токсическими лимфоцитами. И их уживаемость была достоверно выше, чем в случаях, когда опухоль была не иммуногенна. Мне кажется, здесь большой резерв, с одной стороны, в прогнозировании, с другой стороны, в выделении группы пациентов, которым, несмотря на стандарты, показано адевантное лечение. А с другой стороны, может быть, это именно повод задуматься о адевантной иммунотерапии. Действительно, у больных, у которых опухоль инфильтрирована клетками. Дело в том, что если мы в зеленой группе добавим иммунотерапию в адевант, быстрее всего это не приведет к каким-то значимым результатам. Здесь я быстрее бы назначил химиотерапию. Если бы мы столкнулись с диссиминированным условным процессом уровня 3-я стадии, с N2 медиастинальным прогрессированием, здесь, наверное, стратегия иммунотерапии была бы хороша. В противовес, дальняя половина слайда от меня, и мы смотрим, как влияет инфильтрация Т-регуляторных клеток на отдаленный результат лечения. И нижняя кривая показывает выживаемость отдаленных больных, у которых была интенсивная инфильтрация Т-регуляторными клетками. Показатели достоверно хуже. И посмотрите, синие линии очень похожи друг на друга. По-видимому, действительно, иммуногенность опухоли во многом определяет дальнейшее течение болезни. Ну, что реально на сегодняшний день существует в мире, ну и в России, в лечении немелкоклещного рака лёгкого. В мире зарегистрировано 3 препарата. Это Невлумаб, это Зализумаб и Пембролизумаб. Вот я подчеркнул 2 препарата, которые на сегодня зарегистрированы в Российской Федерации для лечения немелкоклещного рака лёгкого. И Невлумаб зарегистрирован в качестве второй линии терапии больных немелкоклещного рака лёгкого, независимо от статуса ПДЛ. А Пембролизумаб в качестве второй линии больных позитивных по ПДЛ-1 статусу. И что очень важно, в этом году он зарегистрирован в качестве первой линии при высокой экспрессии ПДЛ-1 более 50%. Я, пожалуй, и остановлюсь на препаратах, которые реально сегодня могут войти в нашу клиническую практику, которую мы можем использовать в лечении больных диссиминированным немелкоклещным раком лёгкого. Конечно, для регистрации были проведены обоснованные исследования. И здесь приведены исследования, которые были в разделе Невлумаб. И что очень важно, я хотел бы отметить, что в исследованиях и первой, и второй фазы были получены идентичные результаты. И они тем хороши, что они, во-первых, воспроизводимы, а во-вторых, наконец мы получили какой-то результат, который может дать надежду на отдалённые результаты у больных диссиминированным раком лёгкого. Посмотрите, год переживает 42%, 2 года переживает более половины тех, кто пережил год, и 3 года переживает 18%. В общем, ничего подобного ранее мы для немелкоклещного рака лёгкого не встречали. И это тот прорыв, который, в общем-то, на сегодня существует. Вторая фаза. Да, очень похожие результаты. Годичная выживаемость 30% и небольшое снижение, но очень похоже на предыдущую фазу исследования на 18 месяцев. Дальше компания-разработчик Неволомаг пошла по пути определения гистотипа в обхоле и определения, кому из этих пациентов насколько Неволомаг может быть полезен. В общем-то, это два исследования, и мне кажется, очень важно сказать, что эти исследования в первую очередь обратили на себя внимание тем, что ещё раз было доказано, что неплоскоклеточный рак лёгкого течёт всё-таки более благоприятно, чем плоскоклеточный. Это относится и к результатам, которые были получены на стандартной химиотерапии, и к результатам, которые были получены при использовании иммунотерапии. Тем не менее, 18 месяцев общая выживаемость на плоскоклеточном раке 28% и более 30% 18 месяцев при неплоскоклеточном раке лёгкого. В общем-то, таких результатов, может быть, ожидать было сложно, но они есть. На таргетной терапии при определённых условиях комбинации методов этот результат был достижим, но очень важно, что это формирует некая плата, которая потом даёт надежду на отдалённые результаты лечения. Я хотел привести под каждый пример и неволумаба, и пеморализумаба наше клиническое наблюдение, которое характеризует действительно эффекты и течение этой болезни на фоне использования данных препаратов. Вот один из пациентов, который начала анамнез-морби с мая 2015 года, третья B-стадия, Т4Н2, плоскоклеточный рак лёгкого. И всё начинается с шести курсов химиотерапии. Эффект химиотерапии, если вспомнить эту кривую, которую я показывал, к сожалению, не длительный, медиана эффекта где-то от 4 до 5 месяцев. В общем-то, здесь 6 курсов терапии, при этом лучший эффект, частичная регрессия опухоли, это после 3 курсов. Но, как видите, лечение окончено в октябре, и уже в декабре мы фиксируем прогрессирование, что для всех клиницистов, занимающихся лечением неволумаба, не является секретом, более того, есть сопутствующая патология. Но, тем не менее, у нас была возможность включить пациента в расширенный доступ по использованию неволумаба, что и было реализовано в январе уже 2016 года. Вот так выглядели изменения на старте, достаточно объёмное поражение правого лёгкого, при этом наличие сублеврального очага. Вот это то, с чего мы стартовали в январе, и практически после 2 курсов лечения мы видим достаточно выраженный эффект. И я ещё раз вернусь к предыдущему докладу, скажу, что точно не надо раньше 2 месяцев начинать контролировать эффект лечения. Мы снизим количество псевдопрогрессирования. Если бы мы делали их через месяц, через полтора, от 5% стандартных псевдопрогрессирования вышли бы на 10-15 точно. Поэтому не надо торопиться, взять себя в руки, объяснить пациенту и только через 2 месяца провести контрольное обследование. И тогда у нас появляются шансы. И, кстати, надо сказать, очень часто, действительно, и клинически мы можем оценить, эффективен препарат или нет. В данном случае вы видите выраженный эффект после 2 месяцев приёма препарата. Далее, обращу ваше внимание, что эффект действительно реализовался. Вот то, что я показывал, это 35% уменьшения опухолевой массы. И что очень важно, эффект нарастал. Он не был одномоментный. Он продолжался во времени. И в данном случае, видите, с 35% к марту месяцу в динамике он нарос до 65%. И вы видите, как изменяется рентгологическая картина на фоне лечения. Это уже февраль этого года. И мы с большим удовольствием каждый раз приглашаем этого пациента на контрольное обследование с тем, чтобы убедиться, что мы делаем всё правильно. Он с удовольствием приходит, потому что статус ЭКОК 0. И несмотря на то, что ему 72 года, он вернулся к своей трудовой деятельности, которой занимался до болезни. Более того, это последняя рентгенограмма, которую я могу на сегодня представить. Это от апреля. А данные, которые мне сообщили буквально вчера по телефону, я успел их внести. Видите, уже 84% регресс опухоли ЭКОК 0. Больной работает и уже 18 месяцев без прогрессирования. Что дальше? Дальше совершенно точно мы постараемся довести эту ситуацию до 2 лет приёма препарата. Потому что один из вопросов, как долго надо проводить лечение. И здесь окончательных ответов нет. Да, во всех серьёзных клинических исследованиях рекомендуют довести до 2 лет терапии. И это кажется на сегодня определённым стандартом. Но мы видим больных, которые сошли с лечения из-за иммунопосредственных нежелательных явлений. И при этом демонстрируют очень удовлетворительно отдалённые результаты. И это очень важная категория больных, которая, наверное, будет стимулировать к тому, чтобы проводить дополнительные исследования, может быть, и полугода, кому-то хватает, кому-то год. И как селектировать эту группу, кому этого было достаточно, чтобы сдвинуть всё с мёртвой точки. И чтобы иммунная система действительно взяла под контроль опухолевый процесс. Ну, перейдём ко второму препарату, пембролизумаб. Это первая и первая линия терапии, единственная возможность, которая на сегодня есть. Но, с другой стороны, и во второй линии, действительно, это очень серьёзный компонент лечения, который мы можем использовать. Здесь использована была несколько другая концепция. Если в гневолумабе пошли от исследований, в зависимости от гистотипа, здесь в первую очередь определялась экспрессия PD-L1. Маркёр единственно доступный на сегодняшнее время. К этому есть очень много вопросов. Но, тем не менее, данные по пембролизумабу выглядят весьма убедительны. И если мы встречаемся с больными, у которых есть экспрессия PD-L1, а лучше гиперэкспрессия, здесь мы можем надеяться на очень хорошие результаты. И что во второй линии было доказано в ранних пазах исследования. Это значимый фактор прогноза, который позволяет надеяться на годичную выживальность, превышающую 30% в поздних линиях лечения. И это потом может длиться, по-видимому, долго. Отдалённых результатов по пембролизумабу более чем трёх лет ещё нет. Мы с интересом ожидаем. И всё-таки, наконец, в первой линии было показано, что у больных с гиперэкспрессией более 50% действительно пембролизумаб работает. Для тех, кто занимается активным лечением раком лёгкого и таргетной терапией, вот эта цифра покажется весьма интересной. Вот этот рубеж 11% – это то безрецидивный выживальность, на что мы можем надеяться. Приджи, фэрмутация, ЛК-транслокация, РОС-1-транслокация. Это фактически таргетное воздействие. И если вы видите пациента с гиперэкспрессией, вы можете надеяться вот на такие прекрасные результаты, которые, безусловно, убеждают нас в том, что в первой линии при гиперэкспрессии появился новый компонент таргетной терапии. Но для меня всё-таки на сегодня ПДЛ-1 – это айсберг. Да, это верхушка, это единственное из того, что мы можем видеть. Но логистика материала, определение методов этой гиперэкспрессии, внутриопланетная гидрогенность ставит больше вопросов, чем ответов. На сегодня я хотел бы быть просто клиницистом, а не исследователем. Да, ПДЛ определил всё, не вдаваясь подробностью, потому что вдаваясь подробностью, ты понимаешь, что это лишь один из компонентов такой многогранной и во времени, и в пространстве системы иммунного ответа. Но на сегодня это единственная возможность, ей надо пользоваться. И серия больных, которая прошла на наших глазах, клиники, у которых была стопроцентная экспрессия ПДЛ-1, все ответили полным эффектом. И это факт, от которого нельзя отказаться. И, конечно, клиническое наблюдение с пациентом, который получал пембролизумаб, очень изначально грустная история, потому что пациенты начинались с хирургических методов лечения, и если на лёгком всё было понятно, то потребовалась даже ампутация правой руки. В связи с таким обширным метастазированием не могли справиться, пришлось идти на это. И посмотрите, в августе 2014 года хирургическое лечение, в октябре уже видим прогрессирование. Вроде бы всё течёт стандартно, назначаем первую линию терапии, 4 курса, и практически прогрессирование опять происходит очень быстро. И, к счастью, имеем возможность и определить ПДЛ-1 статус, он оказался положительный, и возможность лечения пациента в исследование и лечение. Обратите внимание, с февраля 2015 года по февраль 2017 года. Вот дальше посмотрите, это я не описался, это не 24 месяца, это действительно 28 месяцев. Этот пациент уже 4 месяца находится без лечения, он пришёл на контрольное обследование, и эффект у него сохраняется, и мы надеемся на длительную выживаемость этого пациента. Посмотрите, как красиво это выглядело на рентгенограммах. Это вот большой 5-сантиметровый метастаз под культёй правой руки, который, честно говоря, мы думали, что он развалится. И здесь мы столкнулись действительно с псевдопрогрессированием. Отёк нарастал, казалось, что сейчас понадобится санкционная операция. Это единственное, о чём я жалею. Это один из первых больных. Мы не сфотографировали, как это выглядело вживую, но после трёх курсов терапии, а три курса для пембролизума, это опять-таки 2 месяца, да, вот эффект, и это первое впечатление, которое, наверное, раз и навсегда влюбило всё моё отделение в иммунотерапию. До сих пор от этого чувства отказаться мы не можем. Посмотрите, другой очаг подкожный, вот так он регрессировал после трёх курсов. Это медиастинальный компонент, и фактически после 12 курсов был зарегистрирован полный эффект, который, конечно, вот уже исходя из демонстрации, длился 2 года. Мы с интересом наблюдаем за историей этого пациента, и, может быть, через год мы встретимся, и я обязательно расскажу, как развивались события в этом случае. Наконец, мы получили в руки диаграмму 5-летней выживаемости. Для меланомы 10-летние результаты, для раколёха пока ничего подобного не было. Ждём по другим исследованиям. Я понимаю вот эту тенденцию, уверен, что и другие препараты покажут схожие результаты, а может даже эта кривая окажется более выгодной. Но то, что мы имеем на сегодняшний день, год пережили 42%, более половины пережили 2 года, 24%. Прекрасный результат для диссимнирового рака лёгкого не в первой линии. Посмотрите, что происходит. К 3 годам 18% живут, и эти же пациенты, практически 16% 5-летняя выживаемость. Ну, много или мало? Если бы мы сидели на секции молочной железы, или ещё какой-то, да, можно было обсуждать. Поэтому сейчас мы говорим о немелко-клещном раке лёгкого. Ничего подобного ранее не было. 4% – это тот показатель, на котором мы надеемся, можем удалённые результаты при немелко-клещном раке лёгкого. 16% И ещё раз, вернёмся к пазлу. Это ведь одна из составных возможностей, которые мы должны пользоваться на сегодняшний день. У нас есть очень хорошие перспективы для реализации. И в заключение я хотел бы сказать о стратегиях, которые могут улучшить эти проценты. В чём они? Это в сочетании методов. Действительно, иммунотерапия дала уникальную возможность пытаться соединять то, чем мы раньше не занимались. И первое, казалось бы, нелогичное, но это сочетание иммунотерапии с иммунотерапией. Какие же результаты? Вообще-то я сразу оговорюсь, что комбинирование лечения лучше, чем монотерапия везде. Но за всё надо платить, и плата в данном случае – это токсичность. И мы увидим, что возрастают результаты по объективному эффекту, но при этом возрастает частота нежелательных явлений. И мы же понимаем, что 40% – это здорово, это как раз те пациенты, которые перспективны в отношении отдалённых результатов лечения. Но при этом, посмотрите, 73% нежелательные явления, каждый пятый прекратил лечение. Дальше. Идея сочетания иммунотерапии с химиотерапией. Она вообще-то родилась не зря, и вот тот феномен быстрой прогрессии на первой линии, я думаю, он и подтолкнул во многом исследователей в этом направлении, потому что и мы сталкивались с пациентами, когда мы в первой линии назначаем иммунотерапию, настолько быстрая прогрессия, мы не успевали назначить никакого другого варианта лечения. А ведь химиотерапия и самоунотерапия действительно неплохо сочетаются, и главное, какие результаты. 77% объективных эффектов. Ну, кто бы тогда такое видел, если это была бы не таргетная терапия. Плата, ну, как всегда, высокая. И надо понимать, что очень квалифицированное учреждение должно заниматься данным лечением и его тиражировать. Хотя, с другой стороны, эти побочные эффекты, они были связаны не только с иммунотерапией, но и с химиотерапией. И именно потому, посмотрите, прекращение лечения, все-таки в связи с нежелательным явлением, не превышало 5-6%. Перспективы методов есть, безусловно. И я думаю, что это то ближайшее будущее, с которым осталось в лечении немелкокречного рака лёгкого. Иммунотерапия, таргетная терапия. Здесь идеологически на сегодня мы понимаем, что больные с ЭДЖФР-мутацией в первой линии, наверное, не должны получать иммуно-онкологических препаратов. По-видимому, всего лишь одной драйверной мутации недостаточно для иммунной системы, чтобы она адекватно распознавала обклею процесса, и могла на него эффективно воздействовать. Наверное, после прогрессирования эта концепция более понятна, и это исследование показало, при прогрессировании на ингибиторах тирозингеназа первого поколения, с продолжением лечения и присоединением иммунотерапии, можно надеяться на определённые результаты. А вы знаете, как текут эти больные, и особенно если у них есть мутация Т790М, удовольствие ниже среднего лечить пациентов, если у вас в руках нет тагриса. Если она есть, да, это очень хороший компонент. Нет химиотерапии. Химиотерапия не очень эффективна. А вот этот метод, посмотрите, 18 месяцев, там, по-моему, более 60% переживают. Это очень хороший результат для этой группы пациентов. Ну, опять, каждый пятый токсичность третьей степени, каждый четвёртый, каждый пятый прекращать лечение. Но это точно дополнительная опция у этих пациентов. В общем-то, исследования идут в разных направлениях, и прочитать эту таблицу невозможно, и я решил облегчить ситуацию, чтобы просто понять, что исследования идут, результаты есть, частота объективных эффектов нарастает в зависимости от того, какие методы исследований мы, методы лечения добавляем. Нежелательные явления более третьей степени тоже нарастают. Но совсем можно справляться, если на карту поставлен объективный эффект. Его можно достичь разными методиками. Закончить презентацию я хотел бы этим слайдом. И на Всемирном конгрессе вот такое мнение экспертов, которое было высказано в отношении лечения больных диссеминированным немелкокречным раком лёгкого. Смотрите, химиотерапия показана. Да. Адевантная терапия, безусловно. В адевантную терапию на сегодня не надо лезть ни таргетными препаратами, ни иммунотерапией. Ничего не доказано. Даже если вы видите больного с активирующими мутациями, назначьте ему стандартную химиотерапию. Всё остальное в исследованиях. ИДЖФР мутированные больные во второй линии при наличии Т790М отсутствие ингибиторов сирозин киназа третьего поколения. ПДЛ-1 менее 50%. Это не повод для назначения иммунотерапии в первой линии на сегодня. Ну и в третьей линии терапии. Теперь посмотрим на группу, в которой не показана химиотерапия. Во-первых, мутированные больные с ИДЖФР мутацией Т790М, АЛК-позитивные, я сюда добавил бы ещё РОС-1 позитивные больные. И высокая экспрессия ПДЛ-1 в первой линии. Это показания для начала иммунотерапии. Данные очень удивительны, убедительны. И если такая возможность есть, её обязательно надо рассмотреть. Остался всего лишь один вопрос. На сегодня можно говорить. Трипл-негативный рак лёгкого. Нет ни ИДЖФР мутации, ни АЛК-транслокации, ни РОС-1. Дикий тип, вторая линия. Смотрите, не показана химиотерапия. Что же нам рекомендуют? Да, нам на сегодня рекомендуют анти-ПД1 терапию. Мы находимся в начале пути, нас ждут многие интересные открытия. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Константин Константинович, за очень интересное сообщение. Будьте добры, коллеги, вопросы Константин Константиновича думают. Константин Константинович, у меня первый вопрос. Извините, да, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот приведённые клинические наблюдения по правой верхней конечности, с метастазированием, развитием процесса. Подобные наблюдения, скажем, с метастазами в головной мозг были в вашей практике? Если были, то какие результаты? Спасибо. Спасибо за вопрос. Он действительно очень актуален. И на сегодняшний день мы, наверное, обладаем опытом более 120 пациентов, проличных разными вариантами иммунотерапии, в том числе комбинированной иммунотерапии. И мы свою позицию ближе пока сакцентировали, что метастаз в головной мозг – это неблагоприятный фактор для начала иммунотерапии. Мы не видели выраженных эффектов, мы видели, может быть, процентов в 5-10 частичный эффект, он был недлительный. Это то, что касается нашего опыта. То, что касается всех клинических исследований, больных с активными, нелеченными метастазами не берут в эти исследования. Это, как правило, должны быть либо подконтрольные метастазы, либо уже ранее леченные. Поэтому мне не очень пока понятна ситуация, и гематоэнцефалический барьер тут всего не объясняет. Во многом, думаю, связано с микроокружением. Наверное, микроокружение в головном мозге метастазов, оно другое, чем в тканях парентематозных, в других тканях. Это же относится и к метастазам в кости. Мы видели много пациентов с выраженными эффектами по органам, а метастазы в кости при этом демонстрируют совершенно другую динамику. Микроокружение определяет очень многое, и знания вот именно инфильтрирующих лимфоцитов, это цитокины, которые вокруг есть. Там что-то, есть другое, что мешает реализации эффекта. На сегодняшний день я бы не с максимальным оптимизмом смотрел на больных с метастазами в головной мозг и в кости. Еще вопросы есть, Константин Константинович? Так, у меня один короткий вопрос. Больной, у которого эффект был более 28 месяцев, какие осложнения у него были? Были ли серьезные осложнения? Абсолютно. На удивление. Это человек, который появлялся раз в три недели, получал амбулаторную инъекцию и уезжал к себе в Дагестан, больше мы его не видели. Вот, кстати, пациент, который первый показывал, у него оказалась действительно выраженная кожная токсичность где-то через 13 месяцев после приема, начала приема. Это для нас было неожиданностью, но с помощью глюкокортикоидов мы очень быстро оккупировали ситуацию. И на фоне глюкокортикоидов он продолжал терапию? Да, да. Хорошо. Вообще глюкокортикоиды и эффект, глюкокортикоиды и профилактика – это большое дело, и мне кажется, что исследований недостаточно. Все ссылаются на одно исследование с Афелимомом, по-моему, где было показано, что глюкокортикоиды не уменьшили количество эффектов, где глюкокортикоиды не профилактировали нежелательные явления. Честно говоря, так иногда хочется назначить глюкокортикоиды, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами. Но на сегодня профилактические глюкокортикоиды не используются. Не используются, да. Не используются. И следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь сидят практические онкологи. Как им быть, назначая или невлумаб, или пембролизумаб, определяем мы PD-L1 и где мы будем определять? Потом, если в инструкции по применению пембролизумаба написано, то невлумабе не написано определение позитивных больных. Как быть практическим онкологом? И могут ли у нас, готовы ли патолгоанатомы делать это исследование? Ведь на сегодня не гармонизированы эти еще исследования. Ну, на сегодняшний день продвинутые патолгоанатомы активно занимаются вопросом валидации метода. И я думаю, что в этом году этот вопрос должен быть решен. Но он вообще-то не решен, он во всем мире еще окончательно. Но, тем не менее, стандартизованные методики появляются, появляются центры, на которые можно ориентироваться. Но, как мы уже говорили, для невлумаба, в общем-то, зарегистрированы показания вне зависимости от статуса PD-L1. И я соглашусь абсолютно точно в разделе плоскоклеечный рак легкого, где было показано, есть экспрессия, нет экспрессии. Низкая она везде, эффект приблизительно одинаков. Но при неплоскоклеечном раке легкого, несмотря на то, что даже в отсутствии экспрессии, все равно невлумаб показывают более достоверно лучшие результаты, чем стандартная химиотерапия. Но с возрастанием индекса и цифрового обозначения экспрессии PD-L1 и возрастает частота эффекта. Я на сегодня привел для себя такую аллегорию. Например, химиотерапия – это во второй линии серебро, иммунотерапия – это золото. Вы хотите золото или серебро? Да, мы хотим золото. Есть ли для нас эти возможности? Это другой вопрос. А что такое PD-L1? PD-L1 – это деньги. Чем больше PD-L1, тем больше денег, тем более чистое золото мы можем себе позволить высокой пробой. И тогда будет больше эффектов. Вот такая аллегория подоплеводнее в голову. Значит, определяем, как практическим онкологом быть? Безусловно. И какие лаборатории у нас готовы к этому? В Москве 2-3 лаборатории на сегодня не буду рекламировать, они есть. В Санкт-Петербурге? Все хорошо известно. На местах доктора поднимите, во-первых, руки, кто уже применял невлумаб, пембролизумаб, эпилимумаб, любой препарат при лечении невелкоклеточного рака лёгкого. Ну, что-то и есть уже. Так, а какие лаборатории могут определять PD-L1? Поднимите руки. Ну, в Москве на сегодняшний день всё-таки это лаборатория онкологического центра и 62-й больниц. Ну да, у нас был экспертный совет вот в начале года по поводу как раз этой проблемы. Я думаю, что у нас появятся лаборатории, которые могут это делать, и у нас впереди хорошее будущее. Остаётся другое – возможность обеспечения препаратами, да, такими эффективными. Хорошо, ещё раз Константин Косачевич, спасибо большое за интересное сообщение. Благодарим Константину Косачевичу. Спасибо. 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 Спасибо.